Вот наши самые дочери. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Приятного аппетита всем! Спасибо! Событие, которого долго ждали дети и родители, проживающие в промышленном районе Самары. В границах проспекта Кирова, улиц Старозагора и Воронежская, а также Московского шоссе, построили новый детский сад, рассчитанный на 240 воспитанников. В нем будут работать 12 групп, 4 из которых ясельные для детей от полутора до трех лет. Промышленный район Самары активно развивается. Это одна из самых густонаселенных территорий, поэтому спрос на такие учреждения растет. Строительство здания находилось на контроле губернатора Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной. Сегодня они оценили результат. Педагогический коллектив сделает все, что необходимо, чтобы детки получили и навыки, и знания. Но, конечно, это нужно, чтобы было поддержано в семье, это развивалось, чтобы все время интересовались, а чему научились сегодня, а что происходило. И тогда этот процесс будет происходить быстрее и успешнее. А значит, и ребенок будет быстрее развиваться и вырастет настоящим патриотом нашей великой страны. Строительство детских садов и школы – это такая задача особенно важная и особенно радостная. Мы понимаем, что город растет, город развивается, что в этот детский сад будут ходить совсем юные граждане нашей великой страны. И совершенно точно вот такие масштабные строительства, такое количество детских садов и школ не было бы возможно, если бы не национальные проекты, которые наш президент инициировал, Владимир Владимирович Путин, и без личного, очень активного, очень деятельного, внимательного участия нашего губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Здание сада построено с учетом потребностей ребят с ограниченными возможностями здоровья. Снаружи строения установлены пандусы, внутри специальный лифт. Для занятий спортом и музыкой на одном из этажей организованы два зала площадью около 100 квадратных метров каждый. Спортивный зал. Он у нас получился очень уютным, светлым, комфортом и современным, а самое главное – безопасным. В детском саду для детей будут проводить занятия по робототехнике. Губернатор Дмитрий Азаров преподнес для их проведения специальное оборудование. Спасибо огромное, Дмитрий Игоревич, за то, что вы нам подарили тот подарок, который мы ждали. Потому что элементарное программирование робототехническое. Мы видели этот набор, мы в него играли. Мы этим роботом пытались двигаться, решили, что наши дети этого будут. Пока детский садик еще не полностью укомплектован, есть возможности у вас поиграть, но потом все-таки воспитанием занимайтесь. Хотела бы выразить вам огромную благодарность от всех жителей промышленного района города Самара за ваш созидательный труд, за внимание и понимание наших проблем, за помощь всестороннюю промышленному району. Ну и, конечно же, за исполнение долгожданной мечты, наверное, всех родителей. Территорию вокруг детского сада уже благоустроили. Здесь оборудовали дорожки, детские игровые площадки, высадили деревья. Доступность дошкольного образования – одна из приоритетных задач губернатора Самарской области Дмитрия Зарова и властей города. По итогам 22-го года и началу 23-го дети от 3 до 7 лет полностью обеспечены местами в детских садах. Обеспечению малышей местами способствует как открытие новых учреждений, так и возвращение в систему зданий, в которых сады находились раньше. Помогает решать эти задачи национальный проект «Демография». Виктория Шаре и события.